А в Минусинске следователи пытаются распутать мошенническую схему, в результате которой сирота остался без жилья и денег. Молодого парня буквально обвели вокруг пальца. К тому же у него возникли серьезные проблемы со здоровьем. Подробности истории у Константина Кравцова. Однушка, где балкон получается основная комната, следующее окно это кухня. Теперь ему разве что и остается гулять под окнами уже бывшей квартиры. Вот они, окна на четвертом этаже. Здесь выпускник детского дома прожил всего-то неделю. Толком даже не успел с соседями познакомиться. Александр Сирота. Отец умер, а мать лишена родительских прав. После выпуска из интерната, кажется, впервые поверил в жизнь. Большие бизнес-перспективы пообещал новый знакомый, некто Виталий Пронин. После того, как сирота, возьми да, проболтайся, что на счету скопилась круглая сумма, а именно 600 тысяч рублей. Типа деньги имеют. И предложили мне вложиться в этот бизнес. И вот дело пошло. Заработала мутная схема. Стартовый капитал вложен в автомобиль, который дельцы пустили в расход. Подставное ДТП, страховая выплачивает компенсацию. Успех не иначе. Но своих денег оболваненный Александр так и не увидел. Более того, новый друг предложил расширить бизнес, но для этого нужны еще средства. А что взять с сироты? Есть однушка в Минусинске. Выход найден. Виталий занимался всей бумажной волокитой. Через месяц после того, как он предложил продать квартиру, он уже нашел покупателей. Квартира была продана за 900 тысяч. После этого деньги были переданы мною, Виталию. После сделки новый друг, он же бизнес-партнер, предоставил Александру другие жилые квадраты. Пусть и не такие роскошные, как однокомнатная квартира. Молодой человек, собрав пожитки, переехал на автомойку в Абакан. Можно сказать, не жил, а выживал. Как бы так. Получается, сходил в магазин за стенкой, закупался роллтоном, дошираком, лапшой. Просыпался, вставал, открывал ворота, ждал посетителей. Машины загоняли, я их мыл. В часов 8-10 я закрывался. Здесь же он спал, здесь же стирал вещи. Так полгода и пролетело. Не дождавшись обещанных дивидендов, накормленные завтраками, он покинул своего партнера Виталия. И обратился в Минусинскую прокуратуру. При проверке обстоятельств продажи квартиры скрылась схема обмана. Местный предприимчивый знакомый уговорил его вложить вырученные деньги в совместный бизнес. Фактически обманул, оставив заявителя без единственного жилья и имевшихся на счету денежных средств. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства. Заведено уголовное дело о мошенничестве. По словам Александра, главный подозреваемый Виталий Пронин в данный момент отбывает срок, но в рамках другого дела. Сам же доверчивый сирота живет с матерью, которая прежде была лишена родительских прав. Ни на мойку же идти. Тем более Александр без пяти минут инвалид. После случившегося у него полностью отказали почки. Соответствующий статус он получит после оформления необходимых документов. Нельзя никому доверять. Слово совсем. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия.